Итак, в нашем распоряжении оказался сенсационный снимок, предположительно сделанный иностранным спутником-шпионом в последние секунды полета малазийского Боинга над Украиной. В преддверии важнейшей встречи мировых лидеров на саммите Большой 20-ки в Австралии тема расследования гибели пассажиров того рейса более чем актуальна. Кадр говорит в пользу той версии, которая на Западе почти не звучала. Само изображение и то, как оно к нам попало, в сегодняшнем материале Михаила Леонтьева. Однако, здравствуйте! Известно, что на саммите в Бризмине австралийский премьер Эббот грозился задать нашему президенту в жесткой форме вопрос о малазийском Боинге. Попробуем облегчить ему задачу. Еще в августе Российский союз инженеров опубликовал свой доклад о возможных причинах катастрофы, получившей затем достаточно широкое распространение в СМИ и интернете. Экспертами был проведен детальный анализ всей доступной информации из всех источников, произведены технические расчеты и проработанные версии причин гибели Боинга. Вывод экспертов — единственная технически возможная версия поражения малазийского лайнера с помощью ракетно-пущечного вооружения другого самолета. Обращая внимание на один момент в докладе — отсутствие каких-либо достоверных свидетельств старта ракет «Земля-воздух». Пуск Бука сопровождается огненным облаком, оглушительным грохотом, слышным в радиусе до 10 километров и инверсионным следом, который отчетливо наблюдается в небе до 10 минут. Короче, не было, скорее всего, никакого Бука, никакого пуска с Земли. В присутствии в районе катастрофы десятков профессиональных наблюдателей со всех сторон и тысяч непрофессиональных никто его не видел и не зафиксировал. А самолеты видели и фиксировали. И это были точно не российские самолеты. Аргументы экспертов были услышаны. В интернете доклад перевели на английский и немецкий. После этого мы стали получать большой объем корреспонденции, среди которых был разный материал, инженерные расчеты. И в конечном итоге, 12 числа, мы получили вот это. «Я полностью согласен с результатами вашего анализа причин гибели Боинга», — пишет человек, представившийся выпускником MIT, авиаэкспертом с 20-летним опытом Джорджем Билтом. «Боинг был сбит преследовавшим его реактивным истребителем. Сначала экипаж обстреляли из пушки, затем кабина была поражена ракетой «Воздух-воздух», затем правый двигатель и правое крыло были поражены ракетой с тепловой системой самонаведения. Снимок, на котором отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла истребителя точно в кабину пилотов, прилагался к электронному письму. По местности, погодным условиям, размерности самолетов снимок полностью соответствует обстоятельствам катастрофы. «Мы видим перед собой космический снимок, сделанный с не очень высокой орбиты, и обычно делаются такие снимки для общей разведки воздушного и наземного пространства. В соответствии с координатами, указанными на снимке, мы можем предполагать, что этот снимок сделан с американского или английского спутника. Мы провели детальный анализ этого снимка и никаких признаков подделки не выявили». Все версии должны быть рассмотрены, включая пресловутый бук. «Человек, приславший снимок, на котором видно, как МиГ-29 уничтожает пассажирский Боинг, кем бы он ни был, безусловно, профессионал. Для того, чтобы подделать такое, требуется даже более высокий профессионализм, чем для доступа к подобной информации. Господа, у вас есть эти снимки. Или другие. Предъявите их, наконец, руки на стол. Потому что на сегодняшний момент есть все основания полагать, что совершены государственные преступления. Теми, кто уничтожил самолет, осознанно и цинично. И теми, кто осознанно и цинично скрывает это, обладая исчерпывающей информацией. Однако, до свидания.